В прямом эфире новости сейчас. С вами Людмила Казак. Здравствуйте. Серьезная авария произошла на проспекте независимости. Там сейчас работают сотрудники ГАИ. Сегодня днем перевернулась машина такси. По информации ГАИ, водитель Хонды пытался объехать попутный автомобиль Киа и въехал в заднее правое колесо кроссовера. Затем легковушку отбросила на бордюр, отчего та перевернулась. Сообщается, что водитель такси сначала покинул место ДТП, а затем вернулся. Сейчас с ним общаются сотрудники ГАИ. Пострадавших нет. Пытался въехать в страну по чужому паспорту. В национальном аэропорту Минска задержали белоруса. Инцидент произошел 2 июня. Сообщается, что мужчина прилетел из Амстердама и предъявил паспорт гражданина Украины. Впрочем, проверку путешественник не прошел. Сам он пояснил, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет ограничения свободы. Сбои в подаче электроэнергии, подтопления и пропавшие без вести. Ряд государств Центральной Европы попали в зону действия циклона, который принес проливные дожди с грозами и градом. В швейцарском кантоне Тичино только за одну минувшую ночь выпала июньская норма осадков. А в Чехии в результате стихии полностью затопленной деревни удалось спасти несколько человек, которые не могли выбраться из воды и тех, кто застрял в затопленных автомобилях. От непогоды погибла 48-летняя женщина. Пик залива местных рек прогнозируют на ближайшие часы. С завтрашнего дня в российской столице отменяется самоизоляция, пропускной режимы, график прогулок, а также разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, ветклиник. Уже через неделю в полном объеме заработают стоматологические клиники, музеи, библиотеки, летние веранды, ресторанов и кафе. А еще через неделю стационарные заведения общепита. Фитнес-клубы и бассейны планируют открыть с 23 июня. Для максимально оперативного лечения новую машину скорой помощи передали сегодня 10-й городской больнице Минска. Это подарок одной из столичных компаний. Микроавтобуса снастили медицинским оборудованием, среди которого система подачи кислорода. Автомобиль также дополнят дефибрилляторами и прочими приборами для оказания экстренной помощи. Он будет использоваться для нужд больницы и в том числе в первую очередь приемного отделения. Это транспортировка пациентов в другие больницы, это забирать пациентов из других больниц, это доставка консультантов для больницы, это доставка наших пациентов, это оперативно, когда необходима доставка крови или кровезаменителей. 10-я столичная клиника одной из первых в Минске стала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Больше информации мы подготовим к вечернему выпуску. До встречи в 19.00.